Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Йемене смертник устроил теракт в армейском тренировочном лагере. 60 человек погибли, 45 ранен. И злоумышленник на автомобиле въехал в новобранцев, прибывших на обучение. Ответственность взяла на себя ИГИЛ. В Брюсселе у института криминалистики взорвали бомбу. Протаранив ограды, автомобиль злоумышленников подъехал к зданию лаборатории, где нападавшие и взорвали устройство. Здание загорелось. Инцидент произошел ночью около 2.30 по местному времени. В момент взрыва в институте никого не было, кроме нападавших. Никто не пострадал. Оставшиеся без крова жители разрушенного землетрясения Маматричи поднимают в себе настроение знаменитой местной пастой. Ее для них готовит команда волонтеров. Как стараются помочь пострадавшим итальянцам, смотрите далее. Это палаточный лагерь в пригороде Маматричи для тех, кто остался без крова после землетрясения в Центральной Италии на прошлой неделе. И сегодня у этих людей есть повод для улыбок. Команда волонтеров готовит для них знаменитую местную пасту Ал Аматричана. Это замечательная возможность развеселить пострадавших от землетрясения. Мы будем есть и пить. А потом уже приступим к восстановительному процессу. Обычно в это время года в Аматриче проводят фестиваль, посвященный пасте Ал Аматричана. Ее состав – макароны, помидоры, бекон и сыр пекорина. Эта паста напоминает нам о прошлом, но также надеемся, что она поведет нас в будущее. Тем временем, совсем рядом спасатели продолжают разбирать завалы. Старинный городок разрушен почти полностью. Большинство – жироземлетрясения из Аматрича. Некоторые до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди погибших есть и иностранцы, в том числе 11 граждан Румынии. Об этом сообщает МИД в Бухаресте. Много румын приезжают в Италию на заработки. По официальным данным, еще 14 граждан этой страны остаются в Италии пропавшими без вести. Поддержка пострадавшим городам продолжает поступать из остальных регионов страны. Так, музеи по всей Италии пожертвуют на восстановление средства, вырученные от воскресной продажи билетов. Власти страны также обещают восстановить разрушенные кварталы и учесть ошибки, допущенные при восстановлении после землетрясения города Лаквилла 7 лет назад. Тогда в результате бедствия также погибли около 300 человек. Сегодня в Совете Безопасности ООН состоится тайное голосование. На нем выберут того, кто сменит на посту южнокорейца Пангимуна. В конце этого года заканчивается его второй пятилетний срок в кресле генерального секретаря ООН. Совет из 15 членов проголосует по каждому из 10 кандидатов. Представители стран-участниц выберут из трех вариантов ответа «поддержать, отклонители воздерживаюсь». Один из претендентов – президент Словении 2007-2012 годов Данила Тюрк. Сегодня он профессор международного права, также был советником генерального секретаря по политическим вопросам и постоянным представителем Словении в ООН. Дипломаты и бывшие коллеги описывают его как образованного и компетентного, особенно в вопросах защиты прав человека. Но критики говорят, он слишком осторожный. В этом похож на Пангимуна. Соперниками Тюрка являются девять ведущих мировых политиков, среди которых пять представителей восточноевропейских стран. Выходцы из этого региона еще никогда не возглавляли ООН. Также среди кандидатов – исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН по изменению климата – Коста-Риканка Кристиана Фигерес. Вопрос не только в разрешении конфликтов, что уже немаловажно. Но также важно избегать конфликтов, уважать права человека, защищать окружающую среду и добиваться равноправия полов. В общей сложности среди кандидатов пять женщин. Представительницы прекрасной половины человечества также никогда не занимали высшую должность в этой международной организации. На этом пока все. Больше свежей информации в 15 часов. До встречи в эфире и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова